В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! В гостях у меня сегодня Светлана Егоркина, региональный координатор общероссийской акции «Серая шейка». Светлана, здравствуйте! Ну, наверное, в первую очередь расскажите нашим телезрителям, что из себя представляет эта акция. Ну, акция «Серая шейка» – это общероссийский учет водоплавающих, зимующих птиц. Проходит он в городе Рязани уже третий год. Ну, мы первые годы не выходили массово на аудиторию. Уже второй год подряд мы выходим на общеобразовательные учреждения, на учащихся, привлекаемых. А вот расскажите, пожалуйста, кто участвует в акции? Ну, вот в этом году уже заявила на участие 36 образовательных учреждений, в том числе 33 – это школы и 3 дополнительного образования, учреждения дополнительного образования. И плюс, считайте, от каждого учреждения, так как у нас есть викторина, которая посвящена столетию заповедникам, она так называется, заповедными тропами, по книгам Красной книги. И у нас участники, считайте, 8 человек – команда. Если у нас 33 образовательных учреждения умножить на 8 – это уже, считайте, сколько мы ждем. А результат уже потом покажут сегодня-завтра. Обычно учетом вообще занимаются орнитологи, научные сотрудники. Но так как не всегда хватает у них на это сил, то есть привлекаются массово. И просьба, конечно, откликнулась в Союз охраны птиц России, проводит эту акцию. И я как региональный координатор, вообще 40 городов, более 40 городов участвуют в этом году в этой акции городов России. Вообще, зачем он нужен? Я бы хотела вот это тут уточнить. Зачем вообще-то все это возникло? Дело в том, что водоплавающие, которые остаются у нас здесь на зимовку, это необычное явление. В порядке вещей, когда все-таки водоплавающие отлетают от нас на зимовку, там, где есть кормовая база. Раз здесь они находят кормовую базу, значит, им тут вольготно и хорошо. Где они могут найти кормовую базу? Это на тех водоемах, которые не замерзают. Те водоемы, которые обогреваются, допустим, какими-нибудь трубами ТЭЦ, да, какими-нибудь выбросами источными водами заводов, там они могут найти себе пропитание и убежище. Тем более, у нас такой сердобольный народ, который вот в Рюминском пруду буквально подкармливает уток. Тем более, питания для них хватает. Поэтому у них размножение. Почему нам важно считать этих уток, да, знать, сколько их здесь у нас зимует? Ну, во-первых, вообще любые живые существа очень хорошо откликаются на состояние окружающей среды. И утки – это как один из индикаторов, показателей чистоты, ну, и социально-экономических каких-то вопросов, и вообще состояние реки в целом. То есть на грязных они не живут? Ну, как я могу сказать. То есть если для них теперь кормовая база есть, вот смотрите, даже если где-то, вот Рюминский пруд, там проходит теплотрасса. И вот там этот маленький участок, он заселён. То есть можно сразу сказать, какой-то, какие-то проходят процессы. И если слишком много уток, если не развиваться, то тоже не есть хорошо для города. То есть это тоже можно уже сказать, чтобы тогда экологи уже забьют тревогу. Поэтому вот так важно, чтобы вот этот баланс в природе, так бы он и остался. То есть никуда не выходил ни вниз, ни в минус, ни в плюс. Вот это вот как бы вот такая показатель экологической обстановки. Ну вот третий раз уже проходят акции, да, уже есть, наверное, какие-то подсчёты, итоги. А вот скажите, пожалуйста, я слышала такое мнение, что вот всё больше и больше перелётные птицы у нас ленятся на юх, лететь и остаются в городе. Есть такое, нет? Это я не могу сказать, что ленятся. Именно пока, да, есть кормовая база. И ведь гонит их куда-то в перелёт не холод, не мороз, а отсутствие корма. И если этот корм из состояния не добыть, достать, почему бы им куда-то лететь? Они остаются у нас зимовать. Вот те же самые грачи несколько лет назад, они у нас были, считались перелётными птицами. Сейчас их спокойно можно увидеть вот в черте города, даже в морозы. Вот ещё я слышала такое мнение, которое меня, кстати, очень сильно удивило. Вот хотелось бы узнать, насколько это правда, что вот тех же самых уток, их не рекомендуется подкармливать, иначе меняется вот какой-то их там. Да, вот как раз Антон Барановский, как раз вот на это вот он говорит, что не надо подкармливать, что должны утки как бы самостоятельно. То есть выжил, выжил, не выжил. Выжил, да, это естественный отбор. Да, это естественный отбор. Но у нас же люди такие, они сердобольные, они же не могут так вот оставить всё это в покое. Они, конечно, их будут подкармливать. Но даже не в этом страшная беда. Страшная беда в том, что они не знают, как подкармливать этих уток. И просто птицы не знают подкармливать. Как много, когда мы столкнулись в прошлом году, по учёту птиц, многие приходили с буханкой чёрного хлеба. Мы им объясняли, что ни в коем случае птиц, будь то утка или любая другая птица, ни в коем чёрный хлеб нельзя. Потому что вызывает именно чёрное брожение. Вызывает брожение. И птица с сознанием, что она сыта, на самом деле у неё вот этот энергетический баланс не пополнен. И она чувствует себя сытой, она не летит дальше за кормом. А на самом деле она просто-напросто застывает от того, что у неё вот это вот в её желудке, не пойми, что там творится. Вообще идеальный вариант для подкормки птиц – это распаренное зерно. Но сейчас проще достать белый хлеб. Который можно. Который можно, да. Многие, конечно, орнитологи тоже против этого. Но хотя бы как-то. И хлеб не должен быть, во-первых, сдобы. Это категорически. И хлеб не должен быть прям свежевыпеченный. То есть где-то подсушенный, подвяленный. Это вот как вариант. Но вот идеально это всё-таки зерно, вот как в хозяйствах кормят. Ну, дикие утки – это есть дикие утки. Вот, кстати, насколько им спокойно живётся зимой, когда они улетают от нас. Я имею в виду охотников, да? То есть зимой не страдают у нас птички? Страдают от бродячих собак. От собак. Страдают и потому, что в черте города всё-таки стрельба запрещена. И как бы основной человек… Никто не покушается. А вот бродячие собаки, особенно когда, если в сильные морозы полынья застывает, то они вполне спокойно могут до них добраться. В период гнездования, то есть где-то там в тростниках, в рогозе, они там в зарослях делают себе гнездо. Туда тоже могут забраться и кошки, и собаки. То есть вот это как бы естественные варианты. Тем более собак у нас, бродячих, достаточно в городе. И для них это как бы кормушка, вот эти утки. Поэтому как бы это вот естественно всё сокращение идёт. Скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас год экологии, 2017. Как вы считаете, вот такое принятие решения, оно как-то положительно повлияет в лучшую сторону? То есть будет у нас человечество больше заботиться о братьях наших меньших, о том, в каких водоёмах эти братья наши живут, да? Каким воздухом мы сами дышим? Хочу сказать, что всегда проблемы экологии были во внимании правительства. Но в этом году, я так думаю, что всё-таки это будет уделено больше внимания тем организациям, которые непосредственно занимаются экологическим образованием, экологическим воспитанием. И я так думаю, что какие-то не только вот экология в образование-то вольётся, но и в другие сферы, те же самые предприятия и так далее. – Личное наше мероощущение может измениться? Вот детей как-то воспитывать, чтобы, да, не гоняли они этих самых птичек, а покормили лучше лишний раз? – Вы сами понимаете, что всё начинается с детства. Всё уйдётся с детства. И насколько у нас уйдёт образование именно в детских учреждениях, вот тогда уже и будем говорить о экологическом воспитании, образовании. То есть это вот отмало. – С какого, кстати, возраста принимают участие в акции? – У нас принимают в акции, вот, по крайней мере, вот самые младшие из наших. Вот у нас же группа активистов есть, с которыми вот завтра буквально пойдём на Рюминтрут участвовать в этой акции. Это первоклассники. Детские сады у нас, если есть, привлекаются, но они с родителями. То есть мы привлекаем родителей, дошкалят, и вот они с родителями уже тогда. У них есть возможность и понаблюдать этот уток, и покормить, и узнать видовое разнообразие, если такое вот оно будет. Потому что не только к Ряковым мы хотим всё-таки что-нибудь другого, кого-нибудь найти, тех же самых какого-нибудь Гоголя, Лутков, или вдруг там посчастливится. Но помимо уток, ещё в этом году они учитывают не только самих водоплавающих, но и околоводных птиц. Это чайки, это цапли. Если у нас тут остались чайки, вот, по крайней мере, вот они были, оставались. Сейчас, не знаю, морозы, конечно, только вот сменили, откочевали. А вот в декабре, вот мы их, когда морозов ещё не было, у нас чайки были. Ну, в общем, в любом случае, дело это благое, и не только на пользу птичкам, но ещё и тем самым людям, наверное, тоже, да, которые этим занимаются. Это воспитание, образование, это душевное состояние человека. Ну что ж, спасибо вам огромное. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня была Светлана Егоркина, региональный координатор общероссийской акции «Серая шейка». Это программа «Городские встречи». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!